Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня мы проводим семинарское занятие по теме экономика и экономической теории марксизма. Проходить оно будет следующим образом. К нам в Красный университет поступили ответы от слушателей и заочного отделения, и слушателей в очном отделении. Мы эти ответы разберем. Как будет проходить наше занятие? По процедуре, по порядку поступления. У меня распечатаны и проверены все работы, которые поступили на вторник на утро. Все остальные работы, которые поступили позже, также будут проверены и поступим следующим образом. Если все правильно, значит вам никаких сообщений не будет. Если какие-то замечания, вопросы, то вы получите ответ. А так, и надеюсь, мы разберем. Итак, общая характеристика ответов более 50. Во-первых, неформальный подход. То есть видно, что люди, которые пришли в Красный университет, подготовились, слушали занятия, писали ответы не по принуждению, а по убеждениям. Это видно из тех ответов, которые присланы. Это первое. Второе. Практически все из этих ответов следует, что практически все в той или иной мере читали «Капитал Маркса», основное произведение марксизма, и что очень радует. Также обращаю внимание, очень внимательно слушали лекцию, потому что вопросы двух типов. Первое. Понятное дело, чтобы все разобрать, мы должны «Капитал Маркса» разобрать, что невозможно в пределах одного или двух занятий. Поэтому неизбежно я опускал какие-то важные этапы, и вот они в ходе подготовки к занятиям и вопросов, которые задавали слушатели, они всплывали. Постараемся на них ответить по мере возможностей. Также в ходе семинарского занятия предполагается, что отвечают слушатели. Так что я буду периодически обращаться за вашей помощью, за вашим мнением, за вашим советом. Прошу активно участвовать. Итак, давайте мы начнем. Вопросы повторять не буду, поскольку вы их знаете. Вопросы были сформулированы таким образом, чтобы в целом пройти по логике нашего занятия, и два вопроса были, скажем, на самостоятельную работу. Я уверен, что мы их сегодня разберем. Да, еще, что меня радует, географический разброс, самый широкий, по всей России. То есть слушатели, я буду зачитывать не только фамилии, имущества, также место, где проживает человек, и заграницы, так называемые ближние зарубежья и дальние. То есть век интернета дает нам возможности связываться с любой точкой. Так по порядку. Значит, Качешов Евгений Вячеславович, город Светлогорск, Гумельская область, Беларусь. Значит, понятие капиталистического производства, совершенно правильный ответ. Кто может напомнить, что такое капиталистическое производство? Это маловарный производство, на стадии его развития, когда рабочая сила становится товарным. Совершенно правильно. Дальше, рабочий день при капитализме. Значит, этот вопрос мы не разбирали на занятии. По двум причинам. Первое, это то, что и времени не хватило, но это не главное. Второе, тот вопрос, который самостоятельно можно изучить, поскольку соответствующая глава в капитале, рабочий день, 8 мая, если не ошибаюсь, очень популярный и доходчиво, Марсом, так сказать, разобрана, называется по полочкам. Значит, рабочий день при капитализме. Это сумма необходимого труда и прибавочного. Тех отрезков времени, в которые рабочий производит стоимость, возмещающую стоимость его рабочей силы, с одной стороны, и прибавочную стоимость. То есть, сумма необходимой прибавочного труда. Соответственно, давайте все-таки мы остановимся на этом моменте, поскольку он может быть непонятен. Мы с вами остановились, наверное, на всеобщей формуле капитала на том моменте, когда на рынке встречаются два товаропроизводителя. Это капиталист и товаровладельцы, извиняюсь, и наемный рабочий. И условия, когда рабочая сила становится товаром, два основных. Первое, он должен быть свободной личностью, иметь, как говорится, паспорт в кармане, можете ехать куда хочет. Второе, не иметь средств производства. Потому что, если бы он имел средства производства, он бы мог на них трудиться, и был бы уже не наемным рабочим, а мелкой буржуазией, мелким товаропроизводителем. А так он вынужден идти и наниматься капиталисту. У капиталиста есть определенная сумма денег, которую он направляет или бросает в производство. Чтобы начать производство, ему нужно два фактора. Это средство производства, его иногда называют объективный фактор, и рабочая сила, иногда ее называют субъективный фактор. В соответствии с законом стоимости, а закон стоимости, иногда его так говорят, предполагает обмен эквивалентов. Один товар обменивается на другой. Обмен эквивалентов. То есть, в соответствии с законом стоимости происходит обмен эквивалентов. Капиталист приобретает рабочую силу на время. рабочий получает заработную плату но кстати не сразу а потом когда он потрудится на предприятии капиталист и на капиталистическом предприятии капиталист соединяет в одном производительном процессе средства производства и рабочую силу идет процесс производства то есть вот этот самый рабочий день и что происходит с точки зрения стоимости вообще труд товар имеет двойственный характер это вы помните с одной стороны он является потребительной стоимостью другой стороны он имеет стоимость соответственно мы можем предположить раз товар имеет двойственный характер то и работают труд производящий товар также имеет двойственный характер вот кстати марс в одном из писем писал что у меня вообще две заслуги первое то я открыл двойственный характер труда и второе раскрыл тайну прибавочной стоимости хотя капитал кстати вот три тома по объемные такие просто марс базировался трудовой теории стоимости созданной английскими классическими экономистами это рикардо и смита возвращаемся соответственно труд создающий товар имеет двойственный характер с одной стороны как труд созидающий потребительную стоимость он носит конкретный характер как труд созидающий стоимость он носит абстрактный характер соответственно рабочий который трудится на капиталисты на капиталистическом предприятии и создает товары также вот его труд точнее носит двойственный характер поэтому немного возвращаясь назад вот тот капитал авансированный капитал или деньги которые капиталист направляет бросает производство те средства которые направляют на приобретение средств производства ну как станков техники получил название постоянный капитал обозначается буковкой в извиняюсь цепь константа постоянной та часть капитала которая направляется на приобретение рабочей силы марс назвал переменным капиталом в латинская так вот роль этих а в целом это авансированный капитал можно так обозначить буковкой к обозначается c плюс вы но роль этих частей в образовании стоимости или участие создание стоимости различна и вообще стоимость это результат действия исключительно живого труда соответствии с трудовой теорией стоимости средства производства техника стоимость не создают а стоимость это как прерогатива только живого труда труда рабочего так вот здесь есть определенное противоречие но как оно искать разрешается по своим конкретным трудом конкретный труд это что значит ну труд в особой целесообразной форме есть труд измяюсь токаря фрезеровщика есть тут труд слесаря и так далее различных труд докера труд металлурга так далее то есть результат труда не цепку как потребительной стоимости совершенно различные труд конкретной форме так вот своим конкретным трудом рабочий переносит стоимость средств производства на готовый продукт но это можно и логически искать порассуждать то есть процессе труда процессе производства рабочие создает новый продукт товар используя при этом предметы труда сырье электроэнергию станки и таким образом часть вот этих средств производства воплощая переносит и воплощается в новом продукте соответственно стоимость этих средств производства переходит на готовый продукт единственная тонкость что станки служит много лет основные фонды поэтому целиком они не переносит стоимость на готовый продукт а по частям и этот процесс называется амортизация совершенно верно мы рассматриваем важнейший как элемент политической экономии а сырье переносится сразу у скорости тоже определяется конкретным процессом производства что касается но созданной стоимости то своим абстрактным трудом рабочие создает течение рабочего дня новую стоимость а именно эквивалент стоимости рабочей силы и некая избыток превращения увеличение этой самой стоимости то есть прибавочную стоимость получается м то есть вот эта новая стоимость обозначается буковками в стоимость переменного капитала ли стоимость рабочей силы и м м прибавочная прибавочная стоимость соответственно рабочий день он делится на две части вот если мы представим на графике во многих хоть учебниках есть это и популярном изложении принципе графическое на мой взгляд графическое изложение она скажем так помогает восприятию достаточно сложных как рассуждений выводов маркс получается какую-то часть рабочего дня предположим вот эту рабочий трудится и создает эквивалент стоимости своей рабочей силы а другую часть рабочего дня он создает прибавочную стоимость вот он потрудился создал продукт какой-то конкретной формы но этот продукт уже включает себя вот эту перенесенную стоимость и новую стоимость то есть стоимость рабочей силы и прибавочную стоимость кому принадлежит продукт почему ну почему это ответ то простой ну почему не рабочему не принялись это как правильно сказать она куплена куплена на определенное время вот вы приходите магазин покупаете товар там буханку хлеба кому принадлежит буханка хлеба вам как купившим товаровладельцу соответственно кто купил рабочую силу капиталист на время правда но именно на это время она принадлежит ему и он использует эту рабочую силу а как мы сказать рассматриваем на прошлом занятии как у любого товара рабочей силы есть потребительная стоимость и стоимость и вот удивительно сказать способность или потребительная стоимость рабочей силы заключается в том чтобы создавать стоимость больше чем она сама стоит ну а дальше все по законам товарного производства закону стоимости если товар принадлежит капиталисту соответственно он его реализует возмещает часть потребленных средств производства выплачивает заработную плату и вот этот избыток прибавочная стоимость кому принадлежит на законов товарный производства капиталисту здесь нет никакого обмана но рабочий он кредитует капиталиста поскольку он ему нанимается он денег еще не получил а уже капиталист вы используете значит рабочий кредитует отдавая свою рабочую силу не получая денег за каждый день он кредитует капиталисты спасибо замечание у меня просьба давайте поднимать руку представляться вот и выступать ваше сказать выступление совершенно справедливое вот у нас как называется капиталисты иначе работа датель а по сути то что все с точности да наоборот кто дает работу можно так сказать да совершенно верно другой стороны когда выплачивается зарплата сразу вы заключили договор подписали вам тут же выплачивают заработную плату да это в редких случаях аванс а так надо потрудиться выплачивается она но если по закону на сразу две недели еще две недели человек трудится значит кто дает работу кто авансирует кого рабочий капиталист получается авансирует по сути дела капиталисты то что ваше замечание совершенно справедливое идем дальше есть вопросы здесь давайте пойдем опять не успеем у нас в следующем семестре то есть посмотрели внимательно обратили внимание тема занятия называется абсолютная прибавочная стоимость и относительная прибавочная стоимость еще избыточная прибавочная стоимость ну коль вопрос задан рации скажу давайте вернемся график мне почему-то нравится какая основная цель автористической производства в движущий мотив прибыли или прибавочная стоимость самозрастание да вот это вот и вот этой части какими путями можно это сделать но первым будет напрашивается вот что сделать увеличить рабочий день правильно начисто получится увеличится прибавочная стоимость кому она принадлежит кто присваивает капиталисты ты здесь абсолютно прибавочная стоимость получаемые за счет абсолютного удлинения рабочего дня ведь у нас сейчас рабочий день 8 часов нет официально 8 или 40-го часовая рабочая неделя а это другой сейчас совсем другое дело по закону 8 часов или 40 часовая рабочая неделя но ведь очень хочется получить вот это побольше поэтому не случайно что отдельные видные представители класса капиталистов ставят вопрос о видении скольки часовой рабочей недели 60-ти часовой рабочей недели 60 часов михаил прохоров известную личность и заявил что неплохо сделать 60 часовую рабочую неделю это мы не будем возвращаемся дальше второй путь какой повысить интенсивность труда вот медленно работают медленно станка стоит вот так вот не шаткнила к нашу крутилась вертелась как на конвейере еще быстрее и больше быстрее то есть что получится за счет интенсивность пушинь интенсивности труда фактически увеличится прибавочная стоимость есть третий путь избыточной прибавочной стоимости за счет роста производительности труда но мы это рассмотрим следующем семестре вот теперь возвращаясь к вашему вопросу по поводу заработной платы значит заработная плата это уже последующие временами заработная плата это все денежное выражение вот этой стоимости рабочей силы вот рассматривая рабочий день марс сделал допущение что главное зафиксировать что есть стоимость рабочей силы а как она распределяется ли получает ли он полностью рабочий вот на данном этапе рассмотрения этого вопроса это будет как бы затемнять мешать эту следующий сказать вопрос заработной платы а так у нас какие две формы заработной платы повременная и издельная и эти формы они полностью затемняют вот этот процесс рабочий создает эквивалент стоимости рабочей силы по идее должен получать усложняет совершенно верно но тоже последующие это просмотрение давайте дальше пойдем а то я боюсь ничего не успеем то есть зачет не четвербила олен казимир город дубная ровенской области украина тоже замечает на ответ короткий ясный и четкий вот он пошел дальше этот противоречие до между трудом и капиталом которые на этом уровне пока вырисовывается как противоречие за или борьба за лучшие условия продажа рабочей силы за заработную плату пишет самый лучший способ повышения заработной платы это полное уничтожение класса капиталистов но пока мы не уничтожили всех капиталистов самым эффективным способом повышения заработной платы есть объединение рабочих профсоюзы для организованной борьбы целью которых является повышение заработной платы до уровня цены рабочей силы правильно понимает текущий момент идем дальше значит кузубов леонид викторович город москва основной экономический закон капитализма вот он пишет что основной экономический закон капитализма определяется основным производственным отношением капитализма между наемным трудом и капиталом процессом производства присвоение прибавочной стоимости но я бы поспорил конечно с этим значит как мы с вами разобрали на прошлом занятии это скажем однозначная позиция и маркса и энгельса какой экономический закон является основным экономическим законам капитализма таком стоимости кто-то может пояснить почему вот мы должны свернуться диалектики который является комплей базы на которой экономическая теория маркса была создана то есть там есть во втором томе где рассматривается учение сущности понятие закон до явление закон и царство закона но закон это что такое спокойное в явлении то есть мир явление он такой изменчивый как постоянно меняющийся на комиссии спокойно и царство законов но гегель такой термин использовал в экономической науке в экономической теории используют планете системы экономических законов так вот если брать искать диалектическую концепцию то в основе системы экономических законов любовь любого способа производства капитализма частности должен лежать какой закон тот закон в котором как бы в неразвитом виде еще в потенции находится искать все другие законы и наоборот вот развитие движения этого основного экономического закона будет нам давать его реализацию и более конкретные экономические законы вот если мы сходим из понятия капиталистического производства как товарное производство на той стадии развития когда рабочая сила становится товаром товар там искать когда мы рассматривали товар в нем выявили что стоимость и там же появляется закон стоимости определение стоимости рабочем времени и затем уже затем уже он разворачиваться другие законы и проявляется если вы посмотрите за много экономических законов капиталь поэтому возвращаясь к этому специально нарисовал а что такое прибавочная стоимость вот с точки зрения развития движения закона стоимости или стоимости такой категории нет 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 еще так 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 да совершенно верно можно так сказать и искать иначе прибавочной стоимости то что производство прибавочной стоимости из производства стоимости продолженной далее известного пункта вот смотрите весь рабочий день то производство стоимости вот здесь что производит стоимость рабочей силы эквалина стоимости рабочей силы дальше прибавочную стоимость то есть это тоже производство стоимости Можно сказать, что прибавочная стоимость, это стоимость прибавочного продукта. Да, совершенно верно. Вот теперь мы можно это посмотреть с разных сторон. Вот с точки зрения стоимости, с точки зрения продукта, ведь производится не только стоимость, и продукт. Значит, за то время или часть рабочего дня, когда производится эквивалент стоимости рабочей силы, производится, его иночь называется, как необходимое рабочее время. Почему необходимое? Ну, потому что рабочим надо жить. Необходимое. Соответственно, производится необходимый продукт. То есть, или та часть, так сказать, продукта, который производится за этот период времени, получил название необходимый продукт. Соответственно, и прибавочное. Значит, прибавочное рабочее время и прибавочный продукт. Это уже развитие. этих понятий категории я прошу тогда самостоятельно почитать идем дальше заработная плата ну здесь только у меня одно замечание это день значит пишет леонид викторович заработная плата это денежное выражение товара рабочая сила уточнение не товара стоимости товара рабочая сила а так все правильно за счет артемов артем андреевич город мюнхен германия из дальней зарубежья совершенно правильные ответы я бы поспорил с одним пунктом необходимый труд это та часть рабочего дня за которую производится эквивалент оплаченные капиталом стоимости рабочей силы ну все правильно я бы сказать конечно вот это слово оплаченный капиталом неизвестно оплачено или нет но в теоретическом допущении здесь да на оплачивается но как мы дальше выясним оплачивается если в реальной жизни особенно нашей не всегда и от них не в полном объеме так идем дальше белов артем и до вот закон стоимости если вы почитаете капитал вы там увидите в разных местах маркс упоминает впервые упоминание это в первой главе товар товары деньги а вот закон о прибавочной стоимости вы не обнаружите то вот есть законы производства прибавочной стоимости они появляются уже в главе где маркс рассматривает абсолютную относительно прибавочную стоимость и соотношение производительности труда и стоимость рабочей силы заработной платы интересный путь вот такой термин впервые появился но я во всяком случае увидел когда учился учебниках политической экономии капитализма нет я я думаю это раньше когда-то но вот в конце семидесятых это во все было что основной экономический закон капитализма это закон прибавочной стоимости эту сейчас вот когда я не социализма выясняется что там напутали мягко говорят а почему я сказать вам объяснял это дело это сделано скажем объективно получилось так чтобы вывести из-под удара скажем так закон стоимости и внедрить социалистическую экономику противоположную товарную основной экономический закон капитализма закон стоимости вот такую непредалимую стену сделали между законом стоимости и законом прибавочной стоимости которого нету на которую придумали хотя естественно там определенные мысли ценные есть идем дальше белов артем евгеньевич архангельская область город северодвинск зачет идем дальше шевченко игорь андреевич беларусь город слоним если правильно ударение ставлю тоже совершенно правильный ответ с одним пунктом я бы поспорил вот игорь андреевич пишет чтобы повысить рассматривая вопрос реальное содержание заработной платы и способы его повышения был такой вопрос чтобы повысить уровень заработной платы необходимо справедливо распределить полученную прибыль между рабочим и капиталистом вот вы сразу конечно не как во первых постановка вопроса здесь прибавочная стоимость а прибыли то есть превращенная форма прибавочной стоимости поэтому будем допускать что прибыль прибавочной стоимости у нас одно и то же потому что мы другие вопросы сейчас рассматриваем кому принадлежит по всем экономическим законам товарного производства и капитализма прибавочная стоимость капиталисту все законы основаниях поэтому какое отношение рабочими привычной стоимости никакой нет это такое детей только сознательно рабочие понимает что это они его создают на поверхности явления вам капиталист докажет к 224 что он никакого отношения имеет поэтому борьба может идти только за лучшие условия продажи рабочей силы вот за этот участок чтобы получить заработную плату которая соответствовала стоимости рабочей силы хотя теоретически можно предположить ему же где-то есть на практике ведь у нас заработная плата это что такое денежное выражение стоимости рабочей силы и силу вот этих самых экономических законов внутренних до закона стоимости прочее цены всегда колеблются вокруг стоимости и в большей стороны меньше мы можем теоретически предположить что заработная плата будет больше стоимости рабочей силы можем конечно возможно где такие случаи есть особо исключительно я них не слушал не знаю а вот то что сплошь и рядом заработная плата у нас меньше стоимости рабочей силы это пожалуйста везде статистика подтверждает и жизнь вопрос на разве яшка по ухе зарплату не надо эту часть брать из прибавочной стоимости то есть добиваться того чтобы часть прибавочной стоимости становилось меньше можете конечно тогда вы как заработной если добьетесь заработная плата будет больше стоимость рабочей силы очень хорошо просто замечательно сейчас вопрос так не стоит вопрос опустимся наверное все таки с небес на грешную землю значит у нас размер заработной платы вот я сегодня взял газету санкт-петербургские ведомости должен вас обрадовать что средняя заработная плата по санкт-петербургу составляет 40 почти 47 тысяч рублей вот так много при средней по россии в ленинградского с 35 тысяч стоимость рабочей силы какая у нас это в ценах 2011 года при двух работающих выпало множите коэффициент инфляции то выйдет на приличном ну значит будем считать процентов 25 поэтому вот первая задача это добиться хотя бы того чтобы вот четвертую часть выплачивать выполнен поэтому это следующий этап так идем дальше там и павел сумме финляндия ну вот павел приводит высказанные масс маркса мысль что сам возрастание стоимости или производства прибавочной стоимости маркс назвал абсолютным экономическим законом капиталистического производства то есть вопрос был сформулирован каким образом назовите основной экономический закон да вот павел привел мысли маркса что закон производства прибавочной стоимости то есть не не закон прибавочной стоимости а производства прибавочной стоимости и то есть маркс абсолютный закон ты наверно разные вещи основной экономический закон, но и абсолютный. Что такое абсолютное с точки зрения диалектики? Есть там такая категория, соотносящая со всем, конечно. Еще у Марса есть мысли, что производство прибавочной стоимости или прибыли, или наживы есть определяющая цель и движущий мотив капиталистического производства. Но эти основные экономические законы и цели это все-таки связаны, но разные вещи. А так зачет, идем дальше. Федулов Дмитрий Александрович, Украина, город Днепр, Дзержинск. Так, очень подробный, замечательный ответ, с заключением того, что нет, все, здесь зачет. Чередниченко Олег Иванович, город Бийск, то есть мы с Украины, за Урал. Тоже правильный ответ, за исключением того, что основной экономический закон капитализма Олег Иванович трактует как закон, это производство от максимум прибавочной стоимости. Вот, видимо, почитал учебники советского периода. Бодруддинов Рустам Радевич, Самара, зачет. Левченко Валерия Дмитриевна, город Ростов-на-Дону. Замечательный ответ. Два вопроса. Один к лектору, то есть ко мне. Один у меня к Валерии Дмитриевне. Вот Валерия Дмитриевна пишет, что заработная плата, это цена за труд. Как мы выяснили, эта плата не за труд. Если заработная плата, цена за труд и проблем нет. Мало получаете, плохо работаете. Все, вы здесь сидите, вот идите работайте по 60 часов. Сейчас я закончу. Вот и производительность труда характеризует выпуск товара в единицу продукции. Это трижды я встречал у трех человек. Если это я сказал, значит, это однозначно оговорка. Давайте мы рассмотрим. Производительность труда это важнейшее, сказать, понятие, категория политической экономии. Но, если в учебниках она трактуется как, характеризуется как выпуск продукции в единицу времени. Вот у Маркса так сказано, что есть понятие производительность силы труда и ее повышение. То есть повышение производительной силы труда Маркс понимал как любое изменение в производственном процессе, которое ведет к уменьшению затрат на выпуск единицы продукции. Есть такая экономическая категория, она называется трудоемкость продукции. Это выпуск продукции, нет, извиняюсь, она характеризует затраты труда на выпуск единицы продукции. Это трудоемкость, это точный показатель производительности труда. Вот так надо понимать производительность труда и трудоемкость, как ее точное выражение. У вас был вопрос? Скорее всего так, да. И там некоторые товарищи подробно разъясняют, используя трудовой кодекс, определение международной организации труда. Я надеюсь, мы дойдем до него. Как у нас перерыв, может сделаем. Или давайте перерыв сделаем.